Сейчас уже мало кто вспомнит, а многие даже и не знают, но Рязань могла стать пионером транспортного реформирования в России. Притом, используя практически ту же самую модель, которую использовал ряд городов в начале 20-х. Как и когда это произошло, а также почему не получилось, сегодня мы в этом всем и разберемся. Да, по этой теме я уже когда-то давным-давно делал видео, но там я опирался буквально на современные на тот момент статьи. А теперь я обратился к данным тех лет, когда и попытались провести реформу, которую в узких кругах называют реформой Мозера. Предыстория. В 2004 году губернатором Рязанской области стал Георгий Шпак. И одна из тех проблем, на которые он обратил внимание в первую очередь, это проблема Рязанского городского транспорта. Было решено перейти к его реформированию. Тут должна последовать избитая клишейная фраза «Ничего не напоминает?». Ну и давайте посмотрим, как же выглядел Рязанский транспорт в 2004. А выглядел он достаточно неважно. Город только-только пережил маршруточный бум и теперь разгребал его последствия, в основном положительные. Люди с окраин наконец-то смогли достаточно быстро и достаточно комфортно, пусть и немного переплатив, доехать до центра города. Ну а кто же ближе к центру, тому не повезло. Но помимо на тот момент уже ставших вездесущими газелек, на линии появились и разнообразные коммерческие автобусы. От падиков до еврохлама и даже корейцев. Однако были и минусы. Маршрутная сеть коммерческого транспорта уже на тот момент стала достаточно дублированной. То есть было, конечно, большое количество маршрутов, но если приглядеться, то выяснится, что многие из них повторяют друг друга на большей своей протяженности. А также из-за большого количества единиц коммерческого транспорта толком не было никакого контроля. И нередко бывало так, что к вам приезжала раздолбанная газель какого-то мутного типа, который совершенно клал на все правила дорожного движения. Ну и конец немного предсказуем. Это, кстати, было одной из причин, почему советник губернатора Рязанской области Сергей Мозер начал разработку транспортной реформы. Нужно было обезопасить пассажиров. С муниципальным транспортом дела тогда шли достаточно плохо. То есть возьмем, например, троллейбус. Он и так на тот момент находился в пермоментном кризисе уже несколько десятилетий с упадком ремонтной базы и падением выпуска. Транспортные эксперты в начале нулевых ставили Рязань по состоянию троллейбусной сети на одно из последних мест в стране. Маршруточный бум на троллейбусе также отобразился не лучшим образом. Вместо того, чтобы пытаться конкурировать, брать качеством, а не количеством, в УРТ решили просто-напросто сложить лапки и сдаться, приготовясь к неминуемой кончине предприятия, видимо. Городская власть уже тогда мечтала о том, как муниципальные предприятия выйдут на самообеспечение. Но только вот каким образом, непонятно. Потому что на тот момент все еще было большое количество льгот, и зачастую более половины всех пассажиров, которые ездили в муниципальном транспорте, ехали бесплатно. Поэтому все равно какие-то дотации приходилось проводить. При всем при этом, каким-то образом, УРТ все-таки находило средства на то, чтобы почти каждый год покупать по паре новых троллейбусов чисто за свой счет, что в современных реалиях просто немыслимо. С автоколонной 1310 ситуация была еще более комичной. То есть с конца 90-х и до 2002 года они постоянно получали большими партиями БУ автобусы из Германии практически на халяву. То есть у них был транспорт, он был достаточно вместительным, под него была хорошая ремонтная база. Они даже на маршруточный бум отреагировали, запустив несколько коммерческих рейсов, которые от обычных льготных отличались тем, что в них просто не было льгот. Но через несколько лет им эту деятельность запретили. И при всем при этом, именно автоколонна 1310 громче, чем УРТ, кричала о том, что вот-вот окажется на грани банкротства. А работники автоколонны чуть не устроили забастовку из-за того, что им не выплачивали зарплаты и вообще из-за состояния предприятия. Короче, проблем была масса. Их нужно было решать. А вот каким образом начали думать команда специалистов во главе с советником губернатора Сергеем Мозыром. Собственно, в честь него в узких кругах данную реформу и называют. Потому что он ее был проводником, он про нее постоянно рассказывал. Задумка состояла в следующем. Создавалось ОАО «Рязанский транспортный комплекс», которое, по большей части, управлялось областью, при этом являясь открытым акционерным обществом, напомню. Постепенно оно должно было взять на себя весь общественный транспорт Рязани, по другим данным, весь общественный транспорт области. Вначале вобрав в себя муниципальные предприятия, а затем в бой вступала «Аннигилеторная пушка», которая в течение года должна была уничтожить весь коммерческий транспорт в Рязани. Очень амбициозно, да уж. Под это дело в 2005 году предполагалось закупить 510 единиц общественного транспорта. По другим данным, 400. Из них 200 автобусов и 200 троллейбусов. То есть это примерно то количество, которым располагали городские транспортные предприятия для обслуживания маршрутов общественного транспорта в начале 90-х. Естественно, у вас возник вопрос. Где деньги взять? Мозором предполагалась эдакая вин-вин-стратегия. Потому что Лиас на тот момент простаивал без работы, а тут приходит большой заказ, Лиас начинает работать, город получает новый транспорт. Ну а эти все автобусы и троллейбусы планировалось взять в лидинг. Продумали даже такую мелочь, как единая схема окраски подвижного состава. Притом исходили в первую очередь из того, что общественный транспорт должно быть видно на улицах города в общем потоке. Эту идею, как говорил сам Мозор, он взял с какой-то дипломной работы студента. Но вообще-то посыл категорически верный, в отличие от той дичи, которую нам сейчас пытаются втулить как единую схему окраски. Разработчиками реформы предполагалось, что все автобусы и троллейбусы будут схожей модели на базе одного и того же кузова. Что позволило бы более рационально использовать ремонтные мощности. Покупать одни и те же запчасти для автобусов и троллейбусов. Вообще-то достаточно разумная мысль. Вот, например, разбили зеркало троллейбусу Адмирал. Где его достать? По какой цене его достать? Разбили зеркало троллейбусу МАЗ. Идем к ближайшему дилеру МАЗа, покупаем зеркало. Все хорошо. В общем, резюмируем. Великолепный план, Уолтер. Надежные, как швейцарские часы. Так что пошло не так? А все пошло не так, ну, практически с самого начала. УАО «Рязанский транспортный комплекс» было учреждено в октябре 2004 года. Учредителем РТК значится Министерство имущества Рязанской области. То есть данное предприятие было в областном ведении. С 2005 года, по идее, должен был начаться процесс реформы. Однако, по каким-то непонятным причинам, он несколько затянулся. В итоге, до непосредственно обсуждения реформы и первого ее шага, передачи транспортных мупов области, дошли лишь летом 2005-го. И что вы думаете? Рязанские власти, которые много лет мечтали о том, как на содержание мупов они не будут тратить ни копейки из бюджета, когда ей предложили эту самую возможность, она отказалась? Градская власть заявляет, что мы боимся потерять контроль над тарификацией, поэтому мы вам ничего не отдадим. И в итоге мы попродолжили работу под управлением города, а не области. Понятно, что областные власти — это тоже государственный орган. И пресловутая муповщина, она бы наверняка все равно бы сохранялась, потому что из того, что нам известно в процессе, в документах связанных с реформой, ничего не говорилось о модернизации системы производства и ремонта. Наверняка бы все эти проблемы содержания сохранились. Но данные действия именно городской власти тех времен напоминают какой-то стокгольмский синдром. Обломавшись с передачей мупов области, разработчики реформы все равно не остановились и решили все-таки начать поставку подвижного состава в РТК, но уже как коммерческой компании, при этом на тот момент все еще находившейся в областном ведении. Тем временем начался уж 2006 год. И, наконец-то, с опозданием на один год, РТК начала поставляться новая техника. В марте 2006 года была приведена презентация одного нового автобуса и одного нового троллейбуса, которые начали работу на городских маршрутах. Троллейбус стал ходить по третьему троллейбусному маршруту, а автобус то ли по четвертому автобусному, то ли по 35-му автобусному. РТК на тот момент работала на коммерческой основе, то есть никаких льгот в их транспорте не предполагалось. Но считалось, что вот когда, наконец, мупы отдадут области, вот тогда-то РТК и начнет этих самых льготников перевозить. Правда, с этими самыми льготниками начались некоторые трудности, потому что началась монетизация льгот. С точки зрения транспортников это победа, потому что до того льготники ездили, и транспортные компании с них толком ничего не получали. А теперь должны были быть четкие дотации за каждого льготника. Монетизация льгот стартовала в 2005 году, а уже в 2006 рязанские власти столкнулись с тем, что им нечем выплачивать дотации за льготников транспортникам. И те объявили, что или вы нам даете все деньги, которые нам достаются по праву, или мы отказываемся от льгот. Город вообще мог в какой-то момент остаться без льготного транспорта. И мы держим эту ситуацию в уме, потому что помним, что РТК на тот момент никаких льгот не имела. Теперь же вернемся к их транспорту, который на тот момент исчислялся двумя штуками. Хотя мэр Рязани, Федор Проваторов, заявлял, что вот-вот должно прийти по 30 новых автобусов и троллейбусов, а позднее предполагалось, что в итоге все равно придут по 200 штук. По идее, чтобы вся эта схема начала работать, и РТК начала в больших количествах получать подвижной состав, требовалось согласование областной думы. Но та не дала согласия на покупку, испугавшись, во-первых, количества, а во-вторых, не понимая вообще, а как это должно по идее работать. И уже после этого транспортную реформу Мозера окончательно похоронили. РТК прекратила свои перевозки, автобус они продали, и он стал работать на межгороде, а троллейбус некоторое время стоял в Депо-3, пока в 2009 году не был передан МУПТТУ. И в 2009 году РТК окончательно был ликвидирован. А вот эти вот коммерческие компании РТК и РТК-возрождения к областному РТК никакого отношения не имеют. Системы передачи общественного транспорта области и поставка единовременно большого количества техники по согласованию с заводом использовалась, например, в Твире в 2020 году. И там транспортная реформа прошла успешно. То есть Рязань могла сделать то же самое, но на 15 лет раньше, да еще и с троллейбусом. Но что же пошло не так? Во-первых, если бы эта система была бы сделана, то Рязань была бы первым городом, которая провернула такую схему. На тот момент никто не знал, что это такое и как это должно пройти. Поэтому был банальный страх перед неизвестностью, который побороть не удалось. Второй момент – коммерческий транспорт. Потому что насчет него планы были ну чересчур уж амбициозны. Современная российская история знает примеры того, как убирались газели с улиц даже раньше, чем в Рязани. В частности, у наших соседей во Владимире. Но там чисто везение и некоторое лоббирование конкретных коммерческих перевозчиков дало это сделать. А тут чисто областные власти хотели путем создания правил убрать всю коммерцию. Всю причем. Может быть, со временем бы как-нибудь договорились, и какая-то бы коммерция продолжила работать на маршрутах РТК по договору субподряда. Но вот этот момент нам уже неизвестен. Да и был ли вообще какой-то план Б, тоже неизвестно. И, наконец, единовременная закупка 400 машин в лизинг. Вы представляете, сколько это в рублях? Это большая ноша даже по меркам области. И область могла ее вполне себе не вытянуть. И в наихудшем сценарии даже объявить дефолт где-нибудь году и так в 2009, как раз в момент экономического кризиса в мире. Возможно, именно этого испугались в облдуме. Поскольку Мозером и командой реформаторов предполагалось, что РТК будет затеей прибыльной. И за счет прибыли с перевозок можно было бы платить за лизинг. Но, как мы знаем, прибыльный общественный транспорт это неудобный общественный транспорт. И если бы он действительно приносил бы прибыль, то уровень обслуживания был бы по-прежнему низкий. А если действительно хотели обеспечить высокий уровень обслуживания, то приходилось бы этот самый РТК датировать средствами из областного уже, получается, бюджета. И ничего путного бы не вышло. Толком никакой бы прибыли для области не вышло бы. И, наконец, очень много было разговоров по поводу подвижного состава, но я так ничего не нашел по поводу изменения маршрутной сети. Совершенно непонятно, по каким маршрутам бы работал общественный транспорт РТК. С учетом того, что по некоторым данным их автобус работал на коммерческом 35 маршруте, возможно, что часть коммерческих линий могло бы остаться. А может быть, бы просто использовали маршрутную сеть автоколонны 1310 и УРТ, которая, ну, мягко скажем, несовершенная. Остановимся еще и на моменте том, что уже тогда нужно было строить несколько новых троллейбусных линий. И по имеющимся данным, никаких троллейбусных линий в проекте не было. То есть все должно было остаться так, как оно было по состоянию на 82-й год. А год был на тот момент уже 2005-й. Резюмируем. Транспортная реформа Мозера была затеей интересной, затеей правильной. Но, как мне кажется, расчеты были немножечко не на то, и все с огромной долей вероятностью пошло бы не по плану, если бы все согласования были бы вовремя получены. Но даже вспомнить тот факт, что первый общественный транспорт УРТК получило в 2006 году, хотя предполагалось, что все 400 штук придут в 2005-м. Это уже о чем-то договорит. Но сам проект транспортной реформы был по меньшей мере новаторским. Мне даже немножечко жаль, что его толком так и не попытались реализовать. Чуть позже будет еще несколько и куда более тусклых попыток провести транспортную реформу. Это так называемая оптимизация маршрутной сети 2011 года, концепция Питерафта 2018 года. Вот сейчас вот пытаются что-то там сделать, но пока еще ничего не представили. Так что ждем и надеемся на то, что когда-нибудь ситуацию с транспортом наконец-то улучшат. Но улучшать надо действительно капитально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok